Добрый день, дорогие товарищи! Сегодня четвертый день, последний день, Конгресса, Всероссийский Конгресс Акушер-Гинекологов. И вот у меня выступление на этом Конгрессе, собираются все гинекологи со всей России, Конгресс по лечению гинекологических патологий. И уйма женщин, страдающих, особенно женщины после 40 лет, наверное, вряд ли найдется такая женщина, у которой нет мастопатии, или нет фибромиомы, или не было эндометриоза, и лечат, их годами лечат. И вот я, наверное, единственный или один из нескольких врачей, ну, по-моему, я один, который не гинеколог, и расскажу о своих методах лечения гинекологических заболеваний. Половые органы, репродуктивные органы женщины, такие же органы, частички организма. И надо не орган лечить, а организм в общем, и тогда лечение будет результативным. И вот этот доклад. Лечение хронических гинекологических заболеваний. Как лечат фиброзно-кистозная мастопатия? Надо сначала понять, как образуется киста, как образуется узел. И вот схема приведена. Как образуется киста? Значит, есть сосуды кровеносные, артериальные сосуды и венозные сосуды, а есть еще лимфатические сосуды. И стенка лимфатических сосудов, она очень тонкая, состоит буквально из одного слоя клеток. И когда нарушается отток, чаще всего нарушается отток лимфы, не крови, а лимфы. Иногда бывает сосуд пережат, венозный сосуд, он более тонкий, чем артериальный. И пережался сосуд, сдавило чем-то, может быть, какое-то образование пережало в организме, а может быть, просто длительный спазм. Пережал сосуд, и начинает образовываться киста. Вот он, сосуд лимфатический, а вот начала образовываться киста. Киста образовалась, здесь киста, а тут окружающая ткань, она сдавливает эту ткань, способствует застою, и образуется там узел, там, где идет сдавление сосудом, образуется уплотнение, образуется в итоге узел. Вот вам кистозно-фиброзная мастопатия. То же самое застой, пропотевание жидкости, застой уплотняется, образуется узел в матке, фибромиома. То же самое эндометриоз. Что такое эндометриоз? Это когда часть стенки матки, которая во время, как сказать, месячных, гормонопродуцирующая часть, яйцеклетка в матку спустилась, там приклеилась, она должна, если не произошло оплодотворение, она должна отторгнуться. При нарушении оттока она не отторгается, а начинает куда-то по лимфатическим сосудам, по кровеносным, то ли в яичник, то ли в брюшную полость попадает, разносятся эти клетки, то могут и в легкие попасть, могут куда угодно попасть. И начинает там расти вот эти гормональные клетки, гормонопродуцирующие частички опухоли, не опухоли, а ткани. Ткань эндометрия начинает размножаться туда, куда попадает, и начинают причины. То ли это причина, не установленная этого заболевания, хотя очень распространенная. Кто-то считает 7, 8, 9%, а кто-то считает, что 50% женщин детородного возраста страдает эндометриозом. И говорят, ну, врожденная аномалия, загиб матки, то есть нарушается отток. Это маленький процент таких, а остальные не установлено, все нарушается отток. И вот эта ткань, которая должна отторгаться и выходить, она не уходит, а начинает искать пути, и идет по всему организму. И мы нашли, проанализировали тысячи пациентов, которые к нам, тысячи, которые приходили. Что же у них происходит? И нашли такое сочетание. Там, где есть фибромиома матки, есть мастопатия, есть эндометриоз, обязательно сопряженный отдел позвоночника, он нарушен и дает стойкий спазм. И вот несколько примеров. Вот смотрите, это молочная железа, а это пути оттока, из него лимфатические сосуды, кровеносы, то же самое от головы, от любого органа. Нормальный отток, там никогда, никогда не будет никаких проблем. Нарушен отток или приток, обязательно будут проблемы. Если какое-то нарушение в позвоночнике, вот мы посмотрели, обязательно будет там в сопряженном отделе, то ли в тазовых органах, то ли в молочной железе, какие-то проблемы. И вот распространенное заболевание фиброзно-кистозной мастопатии. На нескольких примерах мы покажем, как женщина 42 года поставили мастопатию и лечили. Лечили 8 лет самыми хорошими препаратами, там так, так, так. Кисты растут, количество растет и размеры. И в 42 года, я говорю, вам нужна мастектомия. Это предраковая, у вас растет, уже значительные размеры кисть. Надо женщина 42 года, двое детей, не замужем, дети уже взрослые, девочке 21 год, мальчику 19, есть за кого замуж выйти. Говорит, ну как, кому я нужна буду, когда у меня груди удалят? Естественно, начала искать. Пришла к нам. Мы им говорим, хорошо, давайте, появилась мастопатия, так же и уйдет. Мы сделали абсолютно безвредную термографию. Вот термография, тепловизионное обследование. Весь позвоночник, все должно быть зеленое. Красный позвоночник, весь зажат, грудной отдел, зажат, поясничный отдел, шейный отдел, все нарушено. Часто, очень часто, мастопатия сочетается с фибромиомой матки, с проблемами в яичниках, очень частое сочетание. Вот это, до лечения, это, расслабили позвоночник, растянули, нормализовали приток, нормализовали отток к молочным железам. Естественно, у нее был хронический аднексид, фибромиома матки, головные боли, щитовидка была, проблемы с кишечником, постоянно наслабительных. И получили вот, вот это, огромная киста и много-много мелких. Вот это, через полтора месяца, остатки этой кисты мелких нету. В правой молочной железе уйма кист, ни одной кисты нету. И осталось при своих прелестях молочной железы и без своей мастопатии. Вот головные боли были, отток нарушен. И вот отток нормализовался, потемнений нету, головных болей нету. Переполненные сосуды были, сосудов нету. И щитовидка стала нормально работать, и сон нормализовался, и головных болей нету. То есть, все нормализовалось. Это другая молодая женщина, 24 года. Началось все с хронического аднексита, лечили-лечили аднексит, потом какие-то проблемы, пиолонефрит, гламеролонефрит. В итоге хроническая почечная недостаточность на гемодиализе, это вот гемодиализе и поставили, замужем, детей нету, естественно, и не будет на гемодиализе человек, никаких гормонов, ничего. И дошла, чуть ли не суицид был, пыталась, родители привезли, вот она говорит, что у меня, муж хочет уйти, я то ли вижу свою жену, то ли не вижу. Один день на гемодиализе, второй день отходит, третий день опять на гемодиализе. И вот тоже посмотрели, вот это до лечения, видите, зажат поясница зажата, к ногам не идет, естественно, и к мочеполовым органам ни к матке не идет, ни к придаткам кровь, ни к чему не идет. И вот это после лечения убрали это, мочи не было вообще, когда к нам пришла, через полтора месяца сначала моча после одного курса появилось 50 мл, потом 250, потом полтора литра, потом два, два с половиной литра мочи после третьего курса. Мы ей до свидания, она гемодиализу и своим женским проблемам. Вот ее глаза, вот это зона мочеполовых органов, она, видите, вот нормальная зона, другие органы, а это зона проросла соединительной тканью, здесь и здесь, и это после лечения начало рассасываться, и в итоге, вот видите, как, все это рассосалось, вот, как было и как стало, и все восстановилось. Это женщина с фибромиомой, фибромиома размером с 16-недельную беременность, а пришла с трофическими язвами к нам. Вот мне язвы лечат уже 4 года и режут, и мажут, и то, и то, и говорят, что не можем язвы ваши вылечить, у вас фибромиома большая, вам физиотерапию нельзя делать, чтобы язвы вылечить, а фибромиомы не можем удалить, потому что у вас гнойная такая инфекция, вирулентная, и она может во время операции распространиться туда, заброс инфекции, инфицироваться может, поэтому сепсис может быть, и вот она не значит пришла к нам, мы сделали вот такое обследование опять-таки тепловизионное, грыжи в поясничном отделе, естественно нарушено кровоснабжение и матки, и ног, видите, кровоснабжения нету, убрали, грыжи, растянули позвоночник, грыжи ушли, кровоснабжение нормализовалось к ногам, и фибромиома ушла, за пять недель, за шесть, фибромиома рассосалась, полностью, и никакой фибромиомы нету, это вот женщина вот с множественными грыжами в поясничном отделе, естественно, и кисты яичников, и фибромиома, и эндометриоз, полный букет, и вот когда довели вот до этого, яичники, чистые, фибромиома начало рассасываться, и эндометриоза нету, эндометриоз быстрее всего уходит, нормализовали отток, и уже нет необходимости закидывать клетки эндометрии, ткани эндометрии, куда-то в другую, он выходит естественным путем, вот это другая наша девушка, которая пришла тоже с проблемами, вот, внешность такая, я в телебизнесе работаю, хотелось бы как-то, естественно, были какие-то проблемы с женскими органами, которые она не озвучивала, а потом, когда пролечили, а у меня был там аднексид был хронический, эндометриоз, и все, и вот получили, была такая, стала такая, вот, пожалуйста, другие проблемы, мужчины проходу не дают, на работу туда-туда затягивают, вот вам результат, это еще один пример, женщина, которая хотела делать операцию, желчно-каменная болезнь, естественно, проблемы большие, месячные постоянно, то были, то не были, то у меня бывает через 3 месяца, то через 4 месяца, то через 2 месяца месячных, фибромиома, мастопатия, но пришла с проблемами, у меня камни в желчном пузыре хотят оперировать, а я боюсь операции, мне наркоз, маме дали, она после наркоза не проснулась, вот это камушки и вот как они рассасываются в процессе лечения и чистый желчный пузырь, так же как желчный пузырь, так же ушли и фибромиомы, месячные восстановились, очень часто сейчас девочки молодые приходят, девочки 15, 16 лет, 14 лет, месячных нету, или месячные постоянно путаются такие проблемы все и начинают гормонами лечить, нет, мы посмотрели, нормализовали позвоночник, нормализовали, месячные восстанавливаются и говоришь поменьше сиди, вот такие упражнения, все поддерживай и все будет нормально и действительно это вот это до лечения снимки, это после лечения и головные боли прошли и давление было, все прошло, восстановилось и вот вот это наша технология, это методическое пособие по технологии фитолазера форест, вот, это вот книжка, которую я написал, когда много женщин стало, вся правда о молодости, красоте и женских болезнях, благодарю за внимание,